ГЕМ ОН ПЕРСА ЗАКОТРИТЬ, ПРОТИВ КАЖДОГО ПОДОБРАТЬ КЛЮЧ, НО В ЭТОМ И ИНТЕРЕСС, ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ И ЗНАНИЯ ЭТО ДЕЛАТЬ, ПОЭТОМУ РЕБЯТА, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКИДЫВАЙТЕ ЛАЙК, ОДИН С ВОТ ТАКИХ РАЗБОРОВ МЕТЫ, ПРЯМ ЛЮТО ЗАШУЛ, ТАМ ЧТОТЬ ЛИ НЕ НА 200К, И ЭТО БЫЛО ОЧЕНЬ КРУТО, ТАК ЧТО ПОДЕРЖИТЕ АКТИ И, КОНЕЧНО ЖЕ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ ПОДПИСЫВАТЬ НА МОЙ КАНАЛ И ПОДРУБАТЬ МОЙ КОД ММА, СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ, КТО ЭТО ДЕЛАЕТ, ВОБЩЕМ, ПОГНАЛИ Я хотел затронуть тему 100, ребят, если вот допустим вы мечтали его добить, но не успели и его пофиксили, его второй гаджет теперь работает только когда вы предварительно купите ульту, есть для вас очень хорошая связка, да, 100 знаете в чем изменили, он по прежнему остается тем персом, который все равно может люто закосмарить вас, особенно вот гоняя туда-сюда по сторонам, постоянно закидывая, единственное что вы можете сделать, вот если прям у вас не получается, да, вот так люто залетать, но вы очень хотите апнуть, я вам могу рассказать про тактику с первым гаджетом, допустим те же какие-то гемы взять, где более раскрытая карта, где нету много стенок там и так далее, вы там можете взять стул и бита, а третий перс это может быть уже каким-то в зависимости, ну в зависимости от самой карты и что там часто юзают, вы можете поставить где-то в безопасное место гаджет и бит с этой скоростью будет очень жестко бегать, у него будет очень, так сказать, хорошее передвижение, даже если он еще не накопил на ульту, а после того как он накопит на ульту, он будет очень жестко дамажить и вот эта связка реально может работать, даже, даже если вы типа не будете на стул раскрывать карту, вы все равно можете туда-сюда гонять, постоянно всех осмарить и это очень хорошо работает даже в турнирах, против иксов играли очень часто они эти вещи использовали в очень серьезных матчах, так что ребят, дерзайте эту тактику и несмотря на то, что стул сейчас уже не такая жесткая, прям нереальная мета, он все равно остается очень сильным бравлером, я думаю может быть в дальнейшем его тоже так же затронут, хотя, хотя сейчас не прям так часто, не прям каждую катку его берут, ну в общем дерзайте Во многих режимах очень метовым снова стал Эдгар, и за счет чего? За счет того, что ему усилили возможность хилиться, теперь он хилится на 10% больше, если бьет, и плюс ко всему у него есть же другая старка, которая дает не дамаг при приземлении, а которая помогает им хилиться, и вот в связке с этими вещами, вы просто посмотрите, 330 с одной тычки, но если он подбирается в упор, понятное дело, его тоже можно сконтрить, но все же, во многих режимах, особенно где там, много метателей, много вот таких мягких персов, которые не прям супер жесткие, живучие стрелки, таких моментов вы можете на изи раскидать, можно в грамотный момент залететь и снести там сразу двоих, двоих, так что ребят, по-любому дерзайте такой момент, он вам очень поможет прокачать этого перса, и даже, даже в дуошаде можно пойти, и эта тема будет решать, так что имейте ввиду и юзайте эти фишечки, но я бы из связки порекомендовал, если это какие-то скоростные бои, я бы порекомендовал вам взять гаджет, который будет давать ульту, чтобы вот постоянно фармить ее, иначе щитом слишком долго придется все это ждать, и, и, конечно же, по старке нет дамаг при приземлении на 1000, а вот дополнительный килл, вот эта связка, она очень жесткая, так что погнали дальше, И, кстати, не факт, что я смогу всех прям затронуть, потому что иначе ролик будет минут на 50, и вы устанете от пинты, но затрону самые значимые изменения, и Сквик тоже коснется этой темы, потому что сейчас его фишечки, они стали быстрее, очень быстрее лететь, и стало легче попадать, за счет этого стало легче копить на ульту, а ульту сделали вообще имбою, раньше она, ну, эффективно была, откровенно говоря, только где-то там сейф, осаду, чисто пройти, тапнуть, чтобы весь дамаг залетел именно по осадной базе, Сейчас вы посмотрите ульта, что просто делает, вы только ее закидываете, она сразу взрывается, она практически 90% случаев кого-нибудь заморозит, иногда можно заморозить там сразу двоих, троих, потом дополнительно раскидать, плюс она по дамагу тоже очень жестко накидывает, и ее в турнирах, ребята, ну, как ее, вообще этого перса стали юзать турниры намного чаще, потому что он стал более юзабельным, он может очень жестко контролировать фланг, он может на горячей зоне сидеть и тоже не пропускать, Либо дефать, либо идти в атаку, тоже люто космарить, закидывать ульту, и типа, из слабости его, да, то, что он теперь такой, ну, как и до этого был, он был не резким бойцом, который может, как Шелли, просто в один заход снести, но, если играть именно этим персом в затяжные бои, то, ребят, он очень-очень жесткий, он очень жестко космарит, и он это может делать даже на большой дистанции, если вы там сохраните 1-2 гаджета на самые важные концовки и моменты, то это вам может люто помочь, поэтому обязательно юзайте этого перса, единственное, и Старки, если у вас все открыто, возьмите по-любому заморозочку, заморозочка очень решает, когда вы кого-то зацепите, это вам потом поможет, ну, и... Как-то так, погнали дальше Я бы еще хотел затронуть тот момент, который я со сникпиком не так прочитал, все было из-за Нани, по Нани прочитал Гаджет и машинально довел его по своей теме тоже и к Шелли, но у Шелли немного другая вещь, и, ребят, за счет этого она очень жесткая, вы посмотрите, как стычки ее летят, и это очень, вот в трех моментах это может ей дать возможность накопить ульту просто невероятным способом, но, а я бы не сказал, что она прям нереально это она все равно требует очень скиллозависимого, так сказать, момента, именно подбирать его, потому что если вы будете играть против М, Сентинита, вот таких вот бравлеров, очень много персов, которые по-прежнему контрят, но, безусловно, вот на трех моментах можно с гаджетом лютых делов натворить, и единственная проблема, наверное, это то, что танки, да, она очень жесткая, контрит же танков, а танки сейчас сами копят ульту, и в итоге они могут умереть от нее раз, два, потом залететь на хорошем моменте и снести вот капитально прям в самый нужный ей тайминг, но, и интересное наблюдение, Бобби, чел из Северной Америки, очень сильный игрок возможно, его команда тоже на чемпионат мира Е вот он раздел стримчанский, и он его назвал что-то с элементом, и типа он там вот чисто играл с этим гаджетом, кошмарив безусловно, с ним можно вообще лютые вещи исполнять, даже на большой дистанции, поэтому, ребят, если я, кстати, тоже на трутяге попробую с этим гаджетом поапать, если будет такая возможность, если пойдет нормально, так что проверим, затестим но тычки очень прикольно летят, кучка прям очень так быстро так что, может быть, это шанс хоть как-то Шелли прокачать, поиграть, потому что ей реально нужна помощь, других вариантов вообще нет еще я хотел затронуть Спайка, его, в принципе, не трогали в этом изменении, но я хотел напомнить, что он по-прежнему актуален и вот гаджет второе дыхание ему вот этот кактус реально дал, потому что без него его вообще почти не взяли только если где-то специфично, да, под турнир, сейчас же он и в баунти, даже в каких-то моментах ну, есть моменты, да, где я такую связку вел, но это немного тупо, я сказал я хотел сказать осада, я хотел сказать футбол, я хотел сказать гемы ну, то есть, вот эти все основные режимы, там, где за контроль долгая, очень вязкая борьба идет Спайк здесь реально заходит, и я вас уверяю, если даже пойти в баунти на тот же Гранд Канал можно многих танков закошмарить, за счет гаджета можно забрать контроль и уже никого не выпускать то есть, вообще, в целом, Спайк нормальный, в мете заряженный челик так что, ребят, если что, юзайте его по-любому и, может быть, у вас были планы прокачать его это один из хороших моментов, когда гаджет нормально сбалансирован, он помогает когда тычками легко попадать, можно постоянно кошмарить, можно хилиться нормально и, как бы, как минимум, может быть, даже если не продавить хотя он это очень жестко делает, то есть, вы постоянными литычками попадаете скрученный, накапливаете на ульту, и ульта вам позволяет временно оттягивать ваших соперников все дальше и дальше и вот этот момент, он очень круто работает, так что, юзайте его если даже не продавите фланг, то, как минимум, не потеряйте ну, понятное дело, против него тоже есть контра и вот там Барли может на хорошей карте закошмарить и вот Спраут закошмарит на каждую персу можно найти более жесткого, но этот чел при всем этом все равно остается крутым и это моя первая лего, и я, типа, очень люблю этого перса хоть он не самый лучший, так сказать, в моем списке но вот здесь сердце он есть ребят, еще хотел сказать, тут какой-то кипис я хотел сказать, что про Леон, не забывайте, это лего тоже жестко не только потому, что ее там любят в ТикТоке и прочее фигня потому что его гаджет стал очень эффективным вот этот гаджет с Чупа Чупсом дает такую возможность, что, блин, можно зону так контролировать, что туда даже никто не пройдет есть очень много горячих зон, где берут Леона есть гемасики, есть, что там, футбол футбол тоже берут, я даже видел в баунте даже шутингстаг, где, казалось бы, очень открытая карта там тоже, типа, ТТМ, там, МКС, многие брали и, как бы, просто контролили потом накопит на ульту, зайдет самое главное, ну, короче, берете хилочку ставите гаджет, чтобы его не до Сталин цепанули копите на ульту, заходите в подходящий момент и пошел второй двойной фарм ульты короче, этот перс тоже в мете, по-любому, безусловно, я не мог его не выделить ну, и поэтому погнали дальше конечно же, ребят, я не мог не затронуть ПМ это вообще сумасшедший бравлер с ее возможностями воровать пульки она очень-очень жесткий перс и ключевое, что я бы сказал, наверное, если карта какая-то не прям закрыта то, возможно, стоит вам сделать все по красоте именно со Старк и дамаг потому что хилисы, ну, смысла не особо если вы поставите хилочку где-то за стеночкой, никто не сможет ее доставать то все, ПМ, им очень тяжело будет выкручивать все стороны но, в принципе, какие-то вот такие основные мелочи вам нет смысла рассказывать я бы сказал, что просто берите гаджет, который ворует пулечки просто далее ставите хилочку, постоянно накидываете и будет вам счастье на изи всех раскидаете это одна из мед, потому что сейчас джина убрали и после того, как джина убрали, все равно что-то на меду нужен если там где-то пайпер не подходит, то все, приходится что-то другое выбирать и вот в такие моменты я считаю, что ПМ отличный выбор она очень хороша а почему пусть ломалась ну все, ладно она очень хороша во всех аспектах и по-любому, юзайте ее, если хотите ПМ прокачать, то это ваш хороший шанс прямо сейчас осталось два перца, которых я затрону в этом ролике и они, наверное, такие самые сочные, самые плотные и давайте начнем ну, пока не начнем долго есть, а, вот это, ребята, Моуртис Моуртис и я особо не понял, нафига его так бафать, если он и так был жестким то есть, грубо говоря, они хотели затронуть другую Старку, чтобы ее тоже юзлить теперь вторую никто не будет брать потому что у тебя прыжок будет так же копиться но хилл на 1800 кп, это просто невероятная тема это просто сумасшедшая имба потому что теперь он и супер живучий и супер, так сказать, скоростной потому что он может сократить дистанцию просто в сумасшедшей скорости, потом вот так вот залететь убить одного, второго, третьего и как его в такие моменты убивать, я не особо понял а сейчас Моуртис во многих ну, понятное дело, как мы уже обсуждали на каждого перса найдется более дерзкий перс и Моуртис это не исключение но то, что он теперь большая проблема и очень часто топа его банят это факт, безусловно, и он остается таким поэтому, ребят, если вы вдруг хотите прокачать Моуртиса то это очень хороший для вас шанс потому что берете первую старку по газу, что как удобнее я всегда играю с быстрой перезарядкой вот именно, чтобы на хороший момент залететь зайти и его чисто накидать дамагом если говорить про именно старочки то по-любому первое, чтобы киллы делать и чтобы хилиться а прыжок у вас так и так будет вы просто чуть подождете да, они же еще застрагивали тему, что Моуртис без старки вообще не особо актуален я улетел а где тот Моуртис? ну, короче, они затрагивали тему, чтобы помочь ребяткам которые играют не фуловыми Моуртисами но они сделали так, что теперь Моуртис с каждой каткой попадается и очень-очень сильно парит мозг поэтому, ребята, юзайте этого перса и будет вам счастье смотрите, он с хила 1500 если вы застилили килл то это будет там сразу 3 с чем-то косаря если вы попали там по двоим то это уже 4500 в один момент и еще ульту Моуртис может очень быстро нафармить если с плешом залететь то есть нужно просто выбрать грамотный момент залетать вот на большом прыжке с первой Старкой и будет вам счастье вы даже можете раз залететь, два погибнуть а потом прийти со Старкой и положить всю тему вот как-то так и крайний персик, которого я затрону я думаю, многие уже знают, о ком я говорю ребят, попробуйте предугадать но это перс, которого не затронули в изменении баланса изначально и мы о нем не знали потом, когда уже вышел патч ноут уже в игре, все увидели пошла инфа, что это, ребята Брок, ладно, я заспойлерю это Брок, и ему 10% дамага вернули потому что, по мнению разработчиков, как они написали это самый слабый перс из дальних рангов но это правда Нани люто кошмарит Пайрон, Пайпер, Пель все супер жесткие персы а Брока, моего самого любимого перса обделили всем этим движем и вот сейчас, ребята, ему добавили дамаг и он исполняет просто невероятные вещи теперь он бьет 1820 таких, как Тик он убирает с двух тык таких, как сам же Брок, да, он сам себя копию себя убьет тоже с двух тычек и ключевой моментик в том, что теперь как сказали разработчики если вы будете хорошо попадать то вы будете по-любому вознаграждены это логично, потому что, да а Пайпер офигенно фигачит с гаджета правда, вот это вот эта карта мне не очень нравится давайте скипнем она не игровая я очень рад, что этого перса вернули в мету не только потому, что я его люблю но потому, что он сам по себе крутой и я, по-моему, недавно записывал уже ролик помните, с кольтами таранился так вот, мне вроде скрины кидали что это, ребята ну, может быть, это не по мне но, как я и говорил, что Брок на данный момент он может быть сильнее, чем кольт после вот этих бафов, бустов и, ребят, сейчас вроде бы в ШД играют вот чисто Броки бегают это, конечно, смешно потому, что я пошел там задавил всех кольтов не факт, что это благодаря мне может быть, кто-то там еще начал юзать Броки и так далее может быть, после ролика кто-то начал чекать и эта тема поменялась не знаю, сейчас кольты там или Броки на открыт на открытой карте но, в любом случае, этот Перс один из самых жестких на данный момент его берут сейчас в турнирах и в осаду его банят и я думаю, вот помните, я говорил про новый сезон силовой лиги вот я уверен, что если карта будет подходящая то первый бан который будет это будет Брок и мне кажется, что это будет даже не в зависимости от того кто именно будет брать следующим будут просто банить этого Перса потому что две тычки и многие из этих двух тычек падают Спайк плюс он ко всему же еще карту раскрывает то есть, если у вас а им хорошие на этом Персе, то будет вам счастье так что, ребят, если вы вдруг не апнули Брока если он не 35 ран, как у меня то обязательно пробуйте сделать это прямо в ближайшее время пока его не ослабили потому что часто такое бывает что разработчики поймут что, блин, мы чуть переборщили и где-то что-то будут снижать поэтому будем на этом подводить итоги я вам надеюсь все зашло если где-то что-то не согласны со мной ребята, это чисто мое мнение я там не призываю 100% там, уверенно типа, со всем соглашаться здесь чисто наблюдения мои исходя из опыта исходя из вообще видения что, как, где происходит поэтому вот так вот все это и как бы рассказал вам, как есть без всякой фальши так что, ребят будем на этом подводить итоги с вами был ММА всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok